так всем здравствуйте дорогие друзья особенно приветствую тех кто смотрит записи мы сегодня с вами поговорим про очень важную тему которая связана непосредственно с концом учебного года с экзаменами со стрессом который возникает из-за экзаменов а я подожду сейчас немного участников хочу проверить звук хочу убедиться что мне прекрасно слышно видно чтобы наш эфир не прошел в пустую потому что к сожалению нас иногда техника подводит поэтому очень важно сейчас понять насколько меня хорошо видно насколько хорошо слышно могу пока представиться в любом случае если все хорошо будет пройдет вы уже узнаете кто сегодня спикера меня зовут анастасия бычко я академический директор русского языка в компании sky smart но также я по образованию учителя русского языка и литературы соответственно я работаю с детьми уже десятый год я занимаюсь также терапии очень активно занимаюсь развитием своего психологического состояния и как это сказать здоровья поэтому мне кажется что эта тема очень важная и важно делиться друзья вижу пришли участники пожалуйста напишите хорошо ли мне видно и слышно потому что у меня нет пока никаких источников информации поэтому поставьте плюсики их чатик если у вас есть возможность чтобы я понимала что все мы можем стартовать и начинать говорить о том как же помочь детям справиться со стрессом хотя мне на самом деле слово справиться в этом контексте не очень нравится мне кажется что гораздо лучше сказать прожить стресс потому что избра избавиться от него или перестать его испытывать это не совсем правильно с точки зрения психологии потому что в принципе стресс вас возникает в ответ на события которые окружают человека и нормально совершенно что у нас реакция на нашем реакция на окружающую действительность такова что экзамен довольно серьезные испытания дети понимают что за ним стоит поэтому здесь важно уметь проживать этот стресс и что мы как педагоги можем сделать в случае если ребенок сильно волнуется и так я очень жду обратной связи по поводу того видно мне или слышно то что вижу что кто-то заходит кажется что мы можем здесь немножко с вами пообщаться но если я сейчас не получу то в общем то я просто продолжу на самом деле ничего страшного конце концов если вдруг выяснится что было не очень хорошо что-то со связью мы всегда сможем потом сделать полезный пост самый ри по моему эфиру итак друзья давайте начинать потому что уже у нас прошло три минуты достаточно хорошо подождали тех кто хотел присоединиться поэтому поговорим о том что же такое вообще стресс как помогать детям с ним справляться его проживать правильно начнем с того что вообще разберем что такое стресс вообще почему мы стрессуем почему у нас возникает волнение перед каким-то важными событиями на мой взгляд если мы говорим сейчас с вами про какие-то очень бытовым объяснением то чаще всего мы боимся даже не смо события тех вещей которые связаны вокруг этого события то есть если мы говорим про экзамены непосредственно то мы понимаем что это и поступление и в если мы говорим про одиннадцатиклассников это вообще в большей части это именно волнение о поступлении а справлюсь ли я а все ли у меня будет хорошо буду ли я благополучен буду ли я помнить те необходимые знания которые мне пригодятся ну опять же это тоже про то что человек будет думать об этом а как как дальше а смогу ли я поступить о вижу ваше сердечки спасибо большое наконец-то я могу теперь точно быть уверена что меня хорошо слышно так вот стресс у нас возникает вокруг событий которые имеют для нас очень высокую значимость то есть у нас есть некое переживание у нас есть повышенная значимость каких-то событий поступление вуз это довольно высокая по значимости события а если мы говорим там с вами мы с вами тоже да как педагоги мы готовим детей у нас есть ответственность была работа проведена огромной нам бы хотелось получать результаты за нее естественно тоже здесь волнулись и поэтому я бы наверное сегодняшнем эфире немножко коснулась и педагогов как вам справиться со стрессом потому что как его проживать правильно грамотно что можно как себе можно помочь и не чувствовать абсолютно бессилий перед этой перед этой перед этим ощущением так вот высокая значимость события и соответственно неизбежно в ответ на это высокую значимость у нас происходит реакция в которой мы придумываем а что может пойти не так это совершенно нормально это нормальная реакция нашей психики продумать все варианты и естественно дети которые находятся в подростковом возрасте очень сильно склонны к тому чтобы придумать наиболее плохие варианты развития событий я все забуду меня поймают с телефоном который я вдруг забуду выключить или вытащить из кармана вообще моя любимая просто моих детей которые вот сейчас экзамен и говорят что они обязательно забудут вытащить что-нибудь из карманов а я вообще получу какой-нибудь вариант который я не знаю мне не засчитают правильно баллы я забуду заполнить бланк и и в общем на самом деле там может быть масса причин по которым это произойдет но как я уже сказала стресс всегда связано с тем что за событием стоит нечто более важное чем само событие собственно сам экзамен по себе ну что ты придешь в аудиторию ты напишешь то что ты и так уже решала на протяжении года это ничего страшного даже если для тебя это не имело бы никакого смысла никакого значения то ну пришел написал и ушел конце концов с некоторыми экзаменами так и происходит который дети допустим для постраховки они же не волнуются по поводу них волнуются они непосредственно по поводу того что связано с дальнейшей судьбой то есть поступлением с получением любимого там любимого дела и так далее и так далее здесь нам очень важно на самом деле снизить несколько значимость этого события а именно проработать варианты а что если нет я понимаю что здесь наверное со стороны учителей это сложнее чуть-чуть сделать потому что вы не родители и это важно как раз таки делать родителям наверняка среди вас есть и родители поэтому буду об этом тоже говорить важно это обсудить можете обсудить это с родителем вашего класса сказать что проработайте что важно проработать какой-то вариант на случай если ребенок не справиться в конце концов не сдача гиги не сдача угэ это не конец света это не клеймо на всю жизнь это не история где кто-то скоропостижно умирает в общем-то жизнь продолжается и жизнь совершенно нормально будет дальше течь ничего страшного не произойдет особенно если у нас есть план здесь какие могут быть варианты могут быть варианты подстраховочных вузов если допустим необходимо учиться по разным причинам это может происходить или например это может быть поиск работы стажировки волонтерства которая поможет в течение года получать уже какие-то навыки по той профессии который ребенок выбрал тоже тоже возможно либо это может быть получение каких-то дополнительных знаний на курсах если ребенок допустим уже точно цель направленно определился и хочет получать высокие результаты а то есть лучше проработать как можно больше вариантов для того чтобы спокойно относиться к неудаче потому что здесь как раз таки снижение значимости несколько снижает вот эту значимость самой неудачи ну ну да ну ничего не сдал экзамен ничего страшного у нас есть еще год два-три неважно поступишь тогда когда ты сможешь поступить это тоже нормально здесь вы как педагоги можете на самом деле рассказывать истории про не поступление в вузы но не в формате вот не поступил столборником естественно когда мы рассказываем ситуации где допустим люди целенаправленно выбрали ситуацию что не поступает в вуз в этом году мне кстати было кажется два или три случая за мою педагогическую практику когда ребенок сознательно сказал нет я сдаю экзамены которые были необходимы сдачи а дальше я буду спокойно готовиться поступать дальше уже спустя там год или два собственно я являюсь таким примером тоже как если захотите вдруг воспользоваться пожалуйста я закончил школу в 15 лет экстерном и так как мне не было нужды поступать 15 именно в 15 лет в университет и я думала о том чтобы сменить на самом деле деятельность которую я изначально выбрала я хотела быть дизайнером итоге стала педагогом русского языка литературы собственно на это мне потребовался год чтобы сменить немножечко фокус с тех предметов которым я готовилась на те предметы которыми были необходимы для поступления в вуз и тоже как видите ничего страшного не произошло да мне было 15 лет понятное дело что не было чуть больше времени с другой стороны когда вы можете здесь подсвечивать плюсы такого решения объяснив что например после школы классно дать себе время отдохнуть и и почувствовать спокойствие потому что все таки последний год в школе сейчас особенно очень энергозатратный и дать время себе восстановиться и потом уже со спокойной совестью с спокойной душой и с отдохнувшей психикой и телом пойти учиться дальше получать уже соответственно профессии тем больше за этот год можно и вообще в принципе поменять свое представление о том что же прекрасное можно в этом мире сделать поэтому здесь можно об этом поговорить и таким образом снизить значимость самого процесс также объяснить какие могут быть варианты для допустим переподготовки если допустим нужна пересдача что можно может быть произойти потом также проговорить отдельно про апелляцию то есть дать как можно больше вариантов развития событий которые помогут ребенку понять что на самом деле нет одного пути потому что мы же очень часто еще стрессуем когда у нас нет вариантов выбора то есть когда у нас нет возможности представить что вообще-то жизнь более чем ленина у нас есть только один путь конечно это очень успокаивает ко всему прочему здесь важно еще один момент что показать ребенку что на самом деле для взрослого провал экзамене пропал да я здесь очень аккуратно со словом провал буду будем пользоваться но тем не менее это не это тоже не трагедия то есть говорить о том что это не конец света это нормально так бывает потому что в конце концов экзамен складывается из множества факторов это и самочувствие это там погодные условия потому что это тоже может влиять это эмоциональное состояние и то что происходило в день там до экзамена и то что будет после экзамена все это имеет значение поэтому говорить о том что вот успех на экзамене может быть обеспечен был бы если там человек готов на протяжении года на самом деле довольно иллюзорно мне очень сильно это контролируем потому что здесь вот кстати тоже еще один лайфхак это снизить представление об уровне контроля мы на самом деле мало что контролируем в ситуации экзамена я понимаю что мы контролируем нашу подготовку мы готовились на протяжении года вы изучали ровно то сколько мы могли изучить но мы не можем влиять на то какая в аудитории будет погода в смысле будет ли жарко на улице так что нечем будет дышать какой будет там воздух будет ли комфортно сидеть все ли вовремя предоставит все ли организаторы будут добросовестно относиться к своей работе будет ли на самом деле организаторы лояльно относиться к сдающим или наоборот будут запугивать мы на все это на самом деле не имеем практически никакого влияния и это тоже важно понимать что снять ответственность за не сдачу что ее нужно тоже разделить потому что на ребенке на самом деле лежит огромный груз из того что если я провалился это полностью мой неуспех я понимаю что здесь это может звучать как будто бы мы снимаем ответственность сказать что вот он там не готовился целый год а теперь вот внезапно начал волноваться на самом деле у меня есть представление о том что такие дети как правило не так сильно волнуются волнуются как как правило больше тех кто готовился работал целый год и очень высокие ставки то есть хотят поступать в престижные вузы нужно много баллов и так далее и так далее здесь конечно особенно важно помогать проживать стресс поэтому здесь я хочу еще раз подчеркнуть что ответственность за результат лежит не только на ребенке безусловно она лежит на ребенке она лежит и на преподавателя потому что мы не можем этого отрицать это было бы странно говорить что нет я вообще здесь ни при чем я материал давала а вот как они его взяли это уже вот мол не мое дело все равно есть определенная ответственность за результат это нормально вопрос в том что мы не контролируем результат на сто процентов не педагог не контролирует результат на сто процентов не ребенок и здесь это тоже очень важно понимать и вам в том числе успокаивать себя что да я сделал все что я могла на тот момент возможно были было что то что я могла сделать лучше но уже сейчас я сделала ровно столько сколько могла на тот момент и этого достаточно если что-то пойдет так это может быть частью моей ответственности но я не контролирую это на сто процентов снимайте контроль далее на мой взгляд еще очень важные истории я думаю что здесь сейчас коллеги кто меня слушает могут подтвердить фразы по поводу не стрессу и что они не работают вот пожалуйста если кто-то сейчас меня слышит поставьте можно поставить любую реакцию что фраза не стрессу и не работает вот давайте сейчас мы с вами синхронизируем все в этой мысли почему так потому что по факту если бы просто фраза не стрессу и помогала то никто бы не пришел на этот эфир ну просто мы бы выключали такие а ну да чё это я действительно что-то вот я переживаю можно же не переживать вот вот я могла не переживать перестал переживать все поэтому это самое бесполезное что мы можем сделать с ребенком который находится в состоянии крайнего волнения поэтому здесь мы должны признать и сами для себя если мы переживаем и признать это по отношению к ребенку что стресс есть он присутствует он будет и это нормально это нормализация стресса потому что очень часто мы тратим еще душевные силы на то чтобы перестать переживать говорить боже мой все кошмар я переживаю я не справлюсь потому что я переживаю мне срочно надо перестать это делать в итоге вместо того чтобы обратить внимание на себя и на свой стресс обратить внимание на то что с нами происходит мы пытаемся потратить все свои душевные силы на то чтобы перестать испытывать эмоции по поводу событий которые действительно влияют на нашу жизнь Это довольно странная штука. Это как, допустим, перестать переживать по поводу того, что идет дождь, который заливает урожай. Это неизбежность. Мы понимаем, что это произойдет. И если мы перестанем переживать от этого, ну, вернее, мы не можем перестать переживать, потому что это важно, это значимо. Это как раз-таки то, о чем я говорила в начале эфира. Это значимая часть жизни. Она действительно влияет намного. И это нормально, испытывать некоторые переживания об этом. И говорить ребенку о том, что с тобой все в порядке, это нормально, что ты нервничаешь. Дать место этому стрессу, дать место тому, чтобы попереживать, абсолютно естественно. То есть хорошо, это работает. Почему? Потому что этому чувству мы даем размещение. Мы даем возможность ребенку обозначиться и попереживать вместе с ним. Мы таким образом сочувствуем ему. То есть мы говорим, да, я вижу, как тебе плохо. Я вижу, что ты очень сильно нервничаешь. Это нормально. Я понимаю, я бы на твоем месте тоже бы нервничала. Я тоже нервничаю, потому что действительно это очень важное и значимое событие. Все. На самом деле иногда уже эти фразы, эти слова помогают сбросить на некоторую определенную степень напряжения. Не пытаться с собой бороться. Не надо с собой бороться. Переживай. Это нормально. Я с тобой рядом. Давай попробуем там выговориться. На самом деле это тоже иногда очень сильно помогает. Просто сказать, чего именно конкретно ты боишься. Проговорить все свои страхи. Все, что накопило. Потому что иногда в этой попытке, в гонке закрыться от эмоций мы не даем себе ее полностью прожить. Не даем себе окунуться в это и дать себе наконец погрузиться в эту пучину вообще вот этого стресса, вот этого страха. Когда мы погружаемся туда, мы говорим, я боюсь, что я не знаю, я не сдам. Хорошо, что дальше будет? И что будет дальше? Что будет самое плохое? Что может быть? Что может, что случится с тобой, если вообще вот ты видишь, приходишь на экзамен, смотришь на лист и видишь ничего? Что тогда произойдет? Что это будет значить для тебя? Вот давай раскрутим эту ситуацию. Вот мы ее представили. Но смотри, никто уже не умирает. Все нормально. Так бывает. Что можно сделать в себе в такой ситуации? Можно тоже, кстати, еще для очень тревожных детей можно простроить варианты, как можно себе помочь в этот момент. Иногда такое бывает, что паническая атака, не знаю ли, не паническая атака, но панический страх увидеть вариант. Что ты можешь сделать? Выйди, погуляй, подыши. Это нормально. Дай себе время. Ничего страшного, даже если тебе это займет полчаса. Это лучше, чем ничего. Лучше, чем если ты будешь продолжать сидеть в аудитории и паниковать. То есть вы таким образом тоже помогаете ребенку и размещаете его чувства. Ни в коем случае их не отрицаете. Говорите, да, нормально, это нормально, все. Давай подумаем, а что ты как-то себе можешь помочь в этой ситуации. Таким образом у ребенка будет много-много вариантов действий. У него уже сформируются определенные нейронные связи относительно того, а что может быть. Поэтому помогайте, разговаривайте. Вообще разговор на самом деле это лучший способ справиться со стрессом. Что еще может помочь? Помимо того, что мы уже с вами обозначили, а именно это снизить значимость самого события, разделить ответственность, то есть снять с ребенка 100% ответственности за результат, проговорить, дать размещение стрессу и объяснить, а что можно еще будет сделать, поговорить о том, какие могут быть варианты в случае, если, допустим, стресс накроет голову прямо на экзамене. Что еще можно сделать? На самом деле это мой такой лайфхак последних нескольких месяцев. Испытывая большое напряжение от работы, от событий в жизни, от вообще событий в мире, я начала искать для себя способы, как же справиться со стрессом. И на самом деле пришла к очень простому выводу, что физическая активность сильно помогает справиться со стрессом. Почему? Потому что у нас есть определенные химические процессы, которые происходят в организме, без которых, в общем-то, мы бы не выжили, как вид. Поэтому у нас есть гормоны стресса, у нас есть кортизол, у нас есть еще и адреналин, который там вырабатывается в разных организмах по-разному. Я, честно говоря, не биолог, я только это понимаю вот очень на бытовом уровне. Но суть, в общем-то, в том, что у нас есть некое определенное напряжение, некие определенные реакции организма на стресс, которые мы никак не расходуем. И вот как раз-таки спорт и занятие физической какой-то любой активностью, то есть это может быть на самом деле просто прыжки, очень сильно помогают запустить некоторые процессы. Как я понимаю это сейчас с точки зрения истории, у нас есть три типа реакции на стресс. И, собственно говоря, если мы раньше сталкивались со стрессом, от него бежали, например, или там кричали, или замирали, у нас разные были способы, то теперь этот стресс не выглядит чем-то очень реальным. То есть это не какое-то огромное животное, например, или, не знаю, небольшой катаклизм, а это нечто иллюзорное на самом деле в нашей голове, нам все равно, тем не менее, тело реагирует ровно так же на то же самое проявление. Поэтому важно телу дать то же самое, что помогает, собственно, переработать те гормоны, которые у нас вырабатываются. Поэтому физическая активность, а именно бег, занятия волейболом, что-то, что поможет разогнать, соответственно, те процессы, которые есть, помогает нам тоже справиться со стрессом. Собственно, мне очень помогает занятие спортом, это очень хороший способ проработать то, что у меня вырабатывается в организме. Поэтому можете посоветовать детям побегать, позаниматься, поиграть в волейбол, можно на последнем занятии, вы уже все равно ничего не сделаете. Лучше пойти в спортзал, поиграть в волейбол вместе, или в пионербол, или побегать, или, не знаю, поиграть в чехарду, придумать какую-то физическую активность, которая тоже поможет справиться со стрессом. Собственно говоря, здесь для вас это тоже работает. Пожалуйста, занимайтесь собой, занимайтесь разной физической активностью. Лучше, если это физическая активность, вам будет приятно. А не просто это то, что вам кто-то сказал, что надо бегать, и вы теперь идете бегать, а все-таки то, что вам нравится. Поэтому занятие физической активностью в день до экзамена, допустим, вечером пройтись, пробежаться, позаниматься на турниках, если это интересно, будет здорово. Это очень хорошо поможет. Ко всему прочему, конечно, у нас есть еще определенные физиологические процессы, которых стоит детям напомнить, что очень важно поспать качественно, потому что кортизол не дремлет, кортизол вырабатывается в ответ на недосып, поэтому очень важно качественно спать. Важно, чтобы не примкнуло на самом экзамене, важно, в СПЦ, важно, чтобы никаких дополнительных нагрузок в виде недосыпа не возникало. То есть облегчить себе максимальную жизнь, дать себе возможность прожить те процессы, которые возникают максимально экологично. Поэтому тоже напоминайте, пожалуйста, своим ученикам, как важно кушать, как важно спать, как важно вовремя заканчивать зубрежку, потому что ничего в последнюю ночь уже учить нет смысла. Вы и так занимались целый год, вы готовились, вы работали достаточно. Уже теперь вы можете просто отложить все учебники и спокойно готовиться к неизбежному. Экзамен будет, он никуда не денется. Точно так же я помню, мне кажется, это был первый мой год работы с экзаменационными классами. Я, зная, понимая, что прекрасно, что дети будут все-таки пытаться как-то что-то хаотично повторить, как-то пытаться запихнуть в себя последние знания, я организовала специальный день для этого, за, по-моему, два или за один день до экзамена. Нет, наверное, за пару дней до экзамена я организовала непосредственно мероприятие по подготовке, где мы три часа решали тесты разной тематики для того, чтобы просто дать им место, вот как раз-таки выплеснуть эту энергию, которая будет, безусловно, все равно, куда бы мы, как бы мы не хотели детей от этого оградить. Поэтому лучше, если безобразие нельзя предотвратить, его нужно возглавить, как говорится, поэтому возглавьте этот процесс, помогите детям просто спокойненько порешать уже что-то подобное, нарешать, еще раз повторить все процессы, которые есть, чтобы спокойно душкой их отпустить, уже отдыхать и спокойно готовиться к самому мероприятию, потому что все-таки экзамен, как я уже говорила в начале, это не только и не столько сам процесс передачи знаний на бумагу, то есть я вот выучила, и теперь я могу это проешать, сколько куча факторов, которые тоже могут влиять на результаты, поэтому об этом тоже важно не забывать. Совершенно бессмысленно делать уже какие-то тренинги, учить до упаду какие-то билеты, что-то пытаться повторить, какие-то задания порешать, бесконечно натаскивать на тесты, увещевать и говорить «соберитесь», потому что по факту это абсолютно пустые вещи, они не несут в себе никакой ценности. Нам очень важно разделять с детьми их стресс, понимая, что это неизбежно, и помогать им его прожить. Понимаете, вот это как раз-таки та мысль, которую я сказала в начале. Мне не очень нравится фраза, конечно, «справиться со стрессом», понятное дело, что она более понятная для аудитории, поэтому мы выбрали такую тему для эфира. Но если говорить откровенно, то мы не можем справиться со стрессом, потому что справляться со стрессом – это значит с ним бороться. Бороться с ним абсолютно бессмысленно, совершенно нормально, что он есть, поэтому нам важно его научиться экологично проживать, проживать так, чтобы он не влиял в итоге на результат. Поэтому здесь призываю вас признать тот факт, что и вы волнуетесь, это тоже нормально, вы тоже многое сделали для того, чтобы детям было хорошо, комфортно и легко сдавать экзамен. Вы сделали все, что вы могли, больше вы не можете уже ничего сделать. Это действительно для вас тоже важно, потому что это и портфолио, это и уверенность в собственных силах и так далее, и так далее. Тут очень много чего за этим стоит. Для вас это действительно важно, и будет важно каждый год. Это нормально. Также для вас и для ваших детей это действительно важное и значимое событие. Волноваться по его поводу нормально абсолютно. Вот прям, мне кажется, я уже 25 раз сказала слово «нормально», чтобы все все-таки это точно усвоили, что переживать — это окей. Не надо с этим бороться. Пожалуйста, просто помогите себе, признайте, что это есть. Помогайте вашим детям просто понимать, что вообще с ними происходит, почему для них это так важно. Можно поговорить о том, какие пути отступления будут, если они не появятся. То есть дать максимально широкую картину будущего, то есть не сужать все до одного какого-то «да-нет», сдал или провалил. Признать то, что чувства есть, и они естественные. И помочь дать какой-то определенный ликбез по поводу того, что же вообще на самом деле с организмом происходит. Что еще бы хотелось, наверное, в конце добавить? Что на самом деле чаще всего мы боимся будущего, которое еще не наступило. И это тоже важно сказать, что еще ничего не произошло, никто еще не сдал экзамен, еще никто не получил результаты, а мы уже по их поводу переживаем. И что на самом деле страх — это некая проекция будущего, которая не наступила. И вот эту мысль точно можно передать своим детям и помнить самостоятельно, что на самом деле еще ничего из того, чего мы боимся, не произошло и, возможно, никогда не произойдет. А мы тратим сейчас очень много ухилий на то, чтобы как-то с этим жить. То есть мы живем не здесь и сейчас, мы живем в том, что некое иллюзорное и на самом деле не очень понятное. Поэтому здесь, друзья мои, пожалуйста, тоже об этом помните, что мы боимся не очень реальных вещей, а неких иллюзий относительно того, что же может произойти. На этом на самом деле у меня все. Сегодня у нас такой достаточно короткий получился эфир, но мне кажется, довольно информативный. Давайте я еще раз повторю все, что я сегодня сказала. Первое, это важно дать максимально широкую картину будущего, то есть дать максимально как можно больше вариантов того, что может произойти и как вы будете поступать в той или иной ситуации. Это очень помогает ребенку снять вот этот вот, как это сказать, ну шор, да, перед будущим, что есть только два варианта, правильные или неправильные. Второе, это, собственно, снять значимость самого события, немножечко снять ощущение, что жизнь будет кончена, если экзамен не будет дан, для того, чтобы, собственно говоря, тоже несколько снять уровень вот этого ощущения будущего, которое может провалиться и сделать все хуже. Третье, дать вообще размещение этому чувству, дать возможность ребенку сказать, да, я волнуюсь, да, мне страшно, и страшно мне вот по этим причинам, просто дать выговориться и обозначить, что это нормальное чувство, оно совершенно естественно. Далее важно также обозначить детям, рассказать про физиологические процессы, которые происходят во время стресса и как помочь себе немножечко своему телу прожить это состояние, а именно дать спорт, подсуматься спортом, то есть подвигаться, поактивничать, хорошо поспать. Важно покушать, чтобы, опять же, не давать себе лишних гормонов стресса, которые не сыграют нам на руку. И пятое, это, собственно говоря, помнить о том, что мы часто боимся того, чего еще не произошло, и уже пытаемся справиться с теми событиями, которые на самом деле в нашей реальности еще и не было. Собственно, на этом все. С вами была я, Анастасия Бучко, академический директор русского языка с компанией SkySmart. Жду ваших комментариев под этим стримом. Надеюсь, что вам было полезно. Может быть, вы поделитесь еще своими лайфхаками по тому, как вы помогаете детям справиться со стрессом, что вам помогает прожить стресс. Буду рада с вами пообщаться. И до новых встреч, друзья. Спасибо вам большое, что были со мной. Пока-пока. До новых эфиров. Субтитры сделал DimaTorzok